В Одессе 6 вечера вы смотрите новости на седьмом канале в студии Игорь Буренко. Здравствуйте! Жители Усатого сегодня перекрывали дорогу из-за постоянного потока большегрузного транспорта. Проезд сразу же в трех местах населенного пункта был затруднен. При этом легковые автомобили, скорые, маршрутки могли проехать беспрепятственно. Подробности в сюжете Екатерины Банковой. Местные говорят, под этой дорогой трехуровневые катакомбы. Которые обвалиться могут в любой момент. Запрет на проезд большегрузных машин не действует. За полчаса здесь проезжают около 50 фур. Люди в очередной раз вышли на дорогу, чтобы самостоятельно ограничить проезд и обратить внимание властей. Мы не пришли сюда ругаться, мы не пришли сюда драться. Но мы устали просить нашей власти, чтобы они уделяли нам какое-то людям внимание. Вы посмотрите, что происходит. Какая масса машин идет через это село, где густонаселенное село. Где люди страдают от аллергических заболеваний, где выхлопные газы, где дома рушатся. Кто нам поможет, кто мне отремонтирует дом. Движение ограничили в трех местах. В районе объездной дороги, возле переезда на Грушевского и на Хуторской. Требования у людей одинаковые. Я требую, как и все остальные жители нашего села, чтобы категорически ни одной большегрузной машины, ни одного трейлера не проезжали через село. И еще, чтобы наши власти обратили внимание на наше село и разрешили нам поставить габаритные шлагбаумы. Такие акции местные жители вынуждены проводить уже третий год. На их жалобы никто не реагирует. Екатерина Банкова, Алексей Филиппов, Седьмой канал. На улице Армейской неизвестные подожгли автомобиль Audi Q7. Двое мужчин проходили мимо машины и буквально через несколько секунд элитный кроссовер полыхнул. Они просто так-то закинули тряпку внутрь и под ним. Мы тут тушили, а внутри... Под арку, да, под колесок? Ну да, внутри, получается, она горела. Как же, мы тут тушили, где могли. Огонь был такой силы, что оплавилась обивка одного из балконов на втором этаже. Также соседи вручную оттолкали стоявшие рядом автомобили. Пострадала припаркованная по соседству БМВ. Все подробности происшествия узнаете уже в эту субботу в 19.20 в программе «Дорожные хроники». Около трех сотен детей ежегодно умирают на украинских дорогах в ДТП, согласно статистике. Почти в половине случаев эти дети – пассажиры авто, которые попали в аварию. Эксперты говорят, что повреждений и смертей могло бы быть значительно меньше, если бы родители перевозили своих детей в автокреслах. Только за последние шесть месяцев в авариях пострадали 54 ребенка. Это в Европе штраф за перевезение детей не в кресле, становить 30 евро, если это одна дитина. Если это двое и больше, это 65 евро за каждую дитину. Восемь раз перевозится дитина, забирают посвящение водителя. Повернуть его очень сложно, поскольку нужно пройти певный психологический тест. Поэтому за кордоном до этого ставится суворище. А мы возвращаемся к водителям, к родителям, чтобы сохранить свое будущее, потому что полицейский может только вынести попереджение. Дети редко садятся за рули и имеют права. Поэтому соблюдение скоростного режима, рядности и, конечно же, использование элементов пассивной безопасности – это топ трех причин всех наших проблем. Лишали прав на право вождения. Причем только, к сожалению, очень строгие вот такие вот моменты. Они позволят, ну как мне кажется, если учитывать другие моменты, да, там с той же вакцинацией, только запреты, какие-то серьезные штрафы, нарушения помогут нашим людям, знаете, как наконец-то приходить в себя. Часть фонтанской дороги от телевышки до артиллерийской планируют сделать двухсторонней. Такое решение в мэрии приняли в связи с перекрытой на ремонт теплотрассы Сигетской. Власти попросят полицейских организовать там постоянный пост, чтобы не допускать блокирования трамвайных путей. Сейчас дорожные службы разрабатывают временную схему движения на этом участке. В этом месяце жители Одесской области и других регионов страны столкнулись с задержкой пенсионных выплат. В Пенсионном фонде Украины опоздания более чем в неделю не отрицают. Поясняют причины и обещали полностью выплатить все обязательства. Зміщение графики финансирования выплат зумовлено касовыми разрывами надходжения единого социального внеску. С начала месяца на выплату пенсии спрямовано 24,9 млрд грн. Вокрема, 1,7 млрд грн. протягом 24 липня. Виплата пенсии у поточного месяца будет обеспечена финансовым ресурсом в полном обсязе. Сегодня состоялось селекторное совещание по подготовке к предстоящему отопительному сезону. По словам профильного вице-премьера, грядущая зима будет непростой для украинцев. На совещании также обсудили критическую ситуацию с дефицитом хлора в стране, реагентом, который обеззараживает водопроводную воду. Все подробности далее в сюжете. На подготовку жилого фонда к зиме государство выделило почти 2 млрд грн. Эти деньги уже наполовину использованы. Несмотря на это, подготовка к отопительному сезону отстает от графика. Я уже не скажу подивиться еще раз на бюджет, что самое безпосредние заклады на бюджете, не только на подготовку до опального сезона, а взагалі на регламентные работы и на работу коммунальных підприємств, які повинні забезпечити водопостачанням і теплопостачанням. Еще одна проблема. До сих пор у органов местного самоуправления остается задолженность за газ і електроэнергию. Отчасти из-за этого предстоящий отопительный сезон может стать непростым. Коли в вересні месяце підприємства повинні отримати номінацію, то стан розрахунок у них повинен бути у всіх на 90% від того споживання, яке є на сьогодні. У мене виникають питання, яким чином будуть виконати номінації по вересні месяце, для того, щоб, отримавши номінації, приступити до початку опального сезона. Що касається технічної сторони, то вже більше половини котельник готові к роботі, і регіони йдуть согласно графіку. Хотів би звернути увагу всіх на підписання актів готовності і паспортів готовності будинку, тому що цей процес іде не в усіх областях, я розумію, що буде серпень, але я дуже працював би звернути увагу на повну підготовку, вона закінчиться тільки після того, як підписан паспорт та готовності будинку. Помімо отопительного сезона на совіщанні обсудили ситуацію с нехваткою хлора в країні для обеззараживання водопроводной води. Причина дефіцита реагента – остановка предприємця «Дня паразот» в іюні в связі з убыточністю. Поздніє із-за цього в некоторых областних водоканалах начались проблеми. На ранній зупинці зупинилися такі підприємства, як Кропивницький, такі підприємства, як Харків, такі підприємства, як Миколаїв. Ну і ще багато там 3-4-5 підприємств, які заявили про те, що у нас дуже маленький запас. Решити ситуацію на коротке время власти надеються за счет поставок хлора з Узбекистана і Румынії. На днях «Дня паразот» восстановив свою роботу, але лише на 10% мощності. Решити проблему должен Кабмин завтра на своєму засіданні. Александр Полуев, Богдан Красавцев, Юрий Юрченко, 7 канал. Скандал в Одесской ассоціации транспортників. Общественники обвинили президента организации в корупції на основании изобличаючих видеозаписей. Как попытка гражданського задержання переросла в потасовку і що ответив чиновник, главе ілюстраційної комісії. Смотрите в сюжете далее. В районе 9 утра представители ілюстраційної комісії пришли в Одесскую ассоціацию транспортників для публичной беседы і гражданського задержання президента организации. Общаться с общественниками чиновник не захотел, ібо пытался покинуть рабочее місто. В процессе побега от неожиданних посетителей президент Одесской ассоціации транспортників отталкивал общественників, пытался отобрати у них телефон і в конечному счете скрылся в здании. В итоге главе ілюстраційної комісії все же удалось озвучить оппоненту, своє обвинення. «Здесь идут все ваші переговори. Суд, я так надеюсь, він вже не з'явиться. Суд по данному вопросу, на который договорились, що судді Абитов получат 4,5 тисячі гривень за правильне решення вопроса. О том, що отменить решення конкурса, де виграв і признали победителем Одесського транспортного кП». Нам на камеру глава ілюстраційної комісії пояснил связь президента Одесской ассоціации транспортників з озвученним судом і видеозаписями. Наша організація получила видео, на котором просмотрено нами видео, на котором Илья Степанович готовит коррупціонну схему, по которой городський очередной маршрут перейдет в частному АТП 15106, к которому він не має ніякого відношення. Він є членом конкурсної комісії, по якому цей маршрут получав, с його же помощью получав этот маршрут. Предоставляю ложные документы, этот маршрут судом був передан городу. О скандальной ситуации, связанной с АТП 15106 городскими маршрутами номер 9 и 233, мы рассказывали в ефірі Седьмого канала в декабре прошлого года. Тогда частные перевозчики, которые несколько лет обслуживали указанные маршруты, совместно с президентом Одесской ассоціации транспортників, выражали недовольство ситуации вокруг выбора перевозчика на 9 и 233 маршруты. Сначала победила АТП 15106, затем КП Горэлектротранс обжаловало результаты конкурса в суде первой инстанции. Череда рассмотрений в различных судах продолжается до сих пор. Очередное заседание как раз было назначено на завтра. На нашем видео видно, как завтрашняя апелляция должна была принять решение о том, что именно этот маршрут, апелляция отменит решение первой инстанции и вернет его Илья Степановича, будет иметь там уже определенные проценты. Полторы тысячи долларов уже были переданы судье Битову, как мы на видео видим. И три тысячи долларов должны были сегодня передать ему. Тем временем президент Одесской ассоциации транспортников свое вину отрицает. Говорит, определенные разговоры действительно были. Но все не так, как выглядит. А денег не брал. Товарищ Серебренников ходит, я это знаю, он уже много случаев был, потому что я его много лет знаю. Он ходит и ищет людей, где бы кого-то там спровоцировать. Вот он ходил, меня все время пытался спровоцировать. Денег я у него никаких не брал. Рассказывал ему сказки, что там в суде будет суд. В итоге гражданского задержания не произошло. Однако чиновники пообещали изучить озвученную общественниками информацию. Надежда Бондаренко, Евгений Ичменцев, Седьмой канал. Четверку финалистов конкурса на иммуверне села Украины попало село Веселая долина Одесской области. Всего заявки на участие подали представители около 140 населенных пунктов. Для них это возможность заявить о себе на всю страну и показать живописность и уникальность своей малой родины. Это единственное село, которое приняло решение принимать участие в этом конкурсе. Главная гордость – это люди. В нашем селе проживает более 17 национальностей, которые живут в дружбе, согласии, в мире. Мы хотели бы показать все. Хотели бы показать Формушику нового. Хотели бы показать национальный парк, который расположен на территории Сельского совета. Национальный парк с уникальными нашими украинскими степями, которых практически в Европе не сохранилось. Проголосовать за звание лучшего села Украины довольно просто. Это может сделать любой желающий, как с компьютера, так и с телефона. Неограниченное количество раз на сайте agroportal.ua. Победителя определят уже 24 августа. Театр музыкальной комедии открывает свои двери для зрителей. 72-й театральный сезон обещает 5 премьер для взрослых и детей. В частности, два новых украинских спектакля, которые впервые покажут на одесской сцене. Написаны новые произведения «Рала и Паруса». И оба эти произведения украинских авторов. Музыка очень симпатичная молодого композитора из Киева Виктории Васалай. И пьеса Александра Вратарева, такого маститого драматурга киевского. Пока это все новости у нас к данному часу. Информационные итоги дня подведем, как обычно, ровно в 8 вечера. Ну а далее эфир 7-го продолжает лайв-стуль.